Инфосекьюрити проходит в 11 городах мира. В Москве представили свои разработки 80 отечественных и западных экспонентов. Повсеместная компьютеризация развязала руки вирусописателям. Как только находится лазейка в системе, туда сразу же проникают хакеры. Распространение спама и создание уничтожающих файл и программ сегодня доходный бизнес. Речь идет не о разовых посягательствах, а об организованных киберпреступлениях. Совсем недавно эти решения еще не были нужны. Появление этих решений связано с необходимостью в них. Спрос рождает предложение. В настоящее время любой, кто пользуется интернетом и электронной почтой, знает, какие угрозы связаны с их использованием. Системы хранения и обмена информацией уязвимы. Этим и пользуются хакеры. Защитить личные данные компании – главная задача IT-специалистов. На лицензионный пакет необходимой программы обычно тратится не менее 10% бюджета. Антивирусная база обойдется в 30-70 долларов. Ежедневно появляются десятки новых вредоносных программ. Трояном или муркой уже мало кого можно удивить. У компьютерных бандитов одна цель. Это кражи персональных данных, кражи кредитных карт и потом использование кредитных карт. Это атаки типа отказ в обслуживании на интернет-порталы различных организаций, которые блокируют действия. Допустим, организовать атаку с распределенной сети на интернет-магазины – это значит прекратить его работу на длительное время. Плюс к этому появился такой вид бизнеса, как бот-сети. Это создаются сети зараженных компьютеров, которые эффективно используются преступниками для проникновения в чужую сеть. Защищаться от виртуальных грабителей сложно и дорого. По-прежнему не хватает квалифицированных специалистов в сфере информоохраны. На борьбу с хакерством не так давно встала МВД России. Спецподразделение К занимается киберпреступлениями. Любителям виртуального хулиганства может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Но многих такая перспектива не пугает. Интернет-войны могут развернуть и конкуренты по бизнесу. Компания «Лукойл» не раз страдала от вируса писателей. Все нефтяные компании в России имеют высокий уровень автоматизации своих бизнес-процессов. Поэтому информация, информационная система становится очень критичными для ведения бизнеса этих компаний. Стандартные базовые такие риски, от которых страдают не только крупные компании, но и рядовые пользователи. Это вирусы, злонамеренный код, различные сетевые черви и так далее. Персональный компьютер, ахиллесовая пита большинства пользователей. Вирусы создаются, что называется, на любой случай. Например, для вторжения в личную переписку или завладения денежными активами. Россия в сфере информзащиты новичок. Отрасль развивается в нашей стране с начала 90-х. Выставка стала свидетельством, несмотря на молодость, отечественные компании готовы конкурировать с Западом.